Красота и здоровье. Как перестать употреблять сахар и быть здоровым и красивым? Здоровье и красота всегда интересуют человека. Мы все прекрасно знаем, что красота и здоровье зависят только от нас самих. Это конец паримый факт. Важное значение на наше здоровье имеет наше питание, что мы едим. Очень часто мы злоупотребляем сахаром и не в состоянии обуздать неодержимое стремление к конфетам и пирожным. Но помочь справиться с самим собой помогут несколько советов, проверенных научными исследованиями. Почему же мы так не можем остановиться при виде сахара? Когда мы едим сахар, мозг синтезирует химическое вещество – допамин. Он крайне важен для нас, так как определяет способность наслаждаться жизнью. Недостаток допамина вызывает плохое настроение. Путо в том, что постоянно получая допамин, мозг привыкает к ним и требует все больше и больше. Механизм примерно тот же, вследствие которого развивается зависимость. Справиться с тягой к сладкам настолько трудно, что преодолеть ее способны не все. Но некоторые продукты, вещества и привычки способствуют снижению зависимости. 1. Коррекция. Корректирует устойчивость к инсулинам. Она стабилизирует уровень сахара в крови. Всего лишь четверть чайной ложки в день может сгладить инсулиновые всплески. Хром. Играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Его задача – предотвратить инсулиновые всплески и провал, вызывающие непреодолимую тягу нашего организма. 2. Естественные источники хрома – это брокколи, картофель, зеленые бобы, злаки, ковядина, мясо птицы, бананы, яблоки и молочные продукты. 3. Белок за завтраком. По мнению некоторых исследователей, ключ к правильной балансировке уровня сахара в крови к устранению тяги к сладкому – это белок с каждым приемом пищи, особенно с утренней. Это будет полезная привычка для поддержания сахарного баланса. 4. Борьба с воспалением. Исследования показывают, что любой воспалительный процесс вызывает диспропорции сахара в крови. С воспалением неуспешно борются антиоксиданты, которые можно найти в жирной рыбе, цельных зернах, орехах, ягодах, сладком перце, помидорах, смекле, имбире, чесноке и куркуме. 5. Сон. Недостаток сна приводит к дополнительной выработке гормона аппетита. Как следствие, организм настойчиво требует углеводов, в частности сладко. 6. Дыхание. Аппетит зависит не только от баланса гормона. Глубокое дыхание – известный способ преодоления стрессовых ситуаций. Механизм его воздействия в том, что длительные и глубокие вдохи активируют блуждающий нерв. Его активность не только выводит из стресса, но и переключает организм с накоплением на сжигание жиру. Эти советы позволят вам сохранить здоровье. Будьте здоровы! Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok